Всем добрый день! Сегодня я буду проводить снова эксперимент по окрашиванию крупнолистной гортензии. И в этот раз я буду использовать электролит. Вот такой электролит. Мне сказали, что электролитом можно тоже сменить кислотность почвы и гортензия будет окрашиваться. Но главное не переусердствовать, пропорции использовать определенные. Что касается пропорций. На 10 литров разводят столовую ложку электролита. На 10 литров воды. Вода здесь у меня дождевая. Я использовала и налила, как вы видите, здесь меньше, чем 10 литров. Потому что на один такой вазончик мне нужно, конечно, 10 литров многовато будет. Я взяла меньше пропорций и буду разводить пол столовой ложки. Вот где-то на 7 литров воды. Пол столовой ложки электролита. И уже пролью я после дождя свой вазончик. Обязательно я покажу этот экспериментальный вазон в конце мая. В июне будет цветение гортензии. Здесь уже есть макушечные почки. И я вам обязательно все покажу. Как изменился ли оттенок. И таким образом мы узнаем, работает ли этот способ или нет. Это уже второй способ по окрашиванию гортензии. Я буду использовать за счет... Значит, первый способ я использовала яблочный уксус, которым тоже можно... Мне так сказали, что можно изменить оттенок крупнолесной гортензии. Я вот взяла этот куст. У меня тоже экспериментальный большой. Это Red Baron. Посмотрим. Я его поливаю яблочным уксусом. А здесь этот вазончик я буду поливать электролитом. Но опять же говорю, дозировку осторожно делаю. Потому что электролит это уже концентрат, скажем так, помощнее. И с осторожностью два раза в месяц нужно будет использовать его. Вот один раз в час я пролью, а потом уже я, значит, повторю еще раз где-то в конце марта, наверное. И если все нормально будет, если растение не поменяет оттенок, вернее, не осыпется, листочки не ошпарятся, корневая не ошпарится, тогда я еще пролью, наверное, разочек где-то уже в период бутонизации. Посмотрим, рабочий этот способ или нет, обязательно я с вами поделюсь результатом. Вот. Это, значит, у меня второй метод по окрашиванию гортензии. Еще пока я не знаю, какой из них более рабочий. Работает ли яблочный уксус или работает вот электролит. Надо пробовать. Только методом проб будет уже известно. Так, в основном, все гортензии, которые у меня синих, фиолетовых оттенков, фиолетовых оттенках, они у меня, значит, растут в глине, в нашей местной. Наша глина, она окрашивает крупнолистные гортензии в разные цвета за счет того, что она имеет ту кислотность, которую любит гортензия. И, собственно говоря, вот так она в ней оттенки меняет. Вот. У меня большинство вазонов, конечно, растет в глине, но я еще раз повторю, что многие люди хотят вот эти голубые-синие оттенки. И, конечно же, я эти эксперименты провожу именно для вас, потому что мне, в принципе, вот, я посадила в глину, и у меня гортензии будут синие и фиолетовые, без всяких подкислителей. Но так как вы все хотите тоже вот такие же красивые оттенки, как у меня, я провожу этот эксперимент, и обязательно мы с вами найдем метод по окрашиванию крупнолистной гортензии именно поливом, не используя при этом всякие там кислые торфы, к которым лично я негативно отношусь к кислому торфу. По крайней мере, для моих гортензий кислый торф не подходит. Все гортензии, еще раз повторюсь, у меня растут в земле. Вот, видите, здесь чуть-чуть глины, и в основном земля обычная, как я уже рассказывала про это в своих роликах, использую обычную землю. Вот здесь тоже в обычной земле чернозем, перегной, песочек растет у меня. Вот, так что, друзья, вот провожу эксперимент для вас, чтобы вы тоже могли найти метод, правильный по окрашиванию, не навредив своим растениям. Еще раз повторюсь, это я провожу эксперимент, поэтому пока не проводите, лучше потерпите. Дождемся мая месяца, мая-июнь, и я покажу вам обязательно цветение. Еще раз повторюсь, Red Baron я поливаю яблочным уксусом, а вот эта ведерко рядышком стоит, здесь молоденькие саженцы гортензии я посадила, 4 саженца, они у меня будут проливаться электролитом. Так что всем хорошего настроения и проводим эксперименты, продолжаем проводить эксперименты для того, чтобы найти действенный метод. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что мои советы вам пригодятся, и даже если будут какие-то ошибки совершены, и растение или погибнет, или этот эффект не сработает по окрашиванию, вы уже будете знать на моем эксперименте, что нужно проводить, а что не нужно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Флористрина. Всем хорошего настроения и до скорой встречи.